Анастасиевское сельское поселение является вторым в Славянском районе по численности населения. Почти 11 тысяч человек живут в станице Анастасиевской и 1700 в хуторах Урма, Ханьков и Прикубанский. Это большое поселение с развитой инфраструктурой и экономикой, благодаря чему каждый год здесь положительные изменения затрагивают многие аспекты жизни, от благоустройства до социально-культурной сферы. О том, что удалось сделать в 2018 году, жителям и депутатам доложил глава поселения Александр Семко на расширенной сессии совета. Полный зал сельского дома культуры и депутатский корпус поселения в полном составе собрались в начале марта, чтобы принять отчёт главы Анастасиевского сельского поселения о проделанной за прошедший год работе. В заседании сессии приняли участие глава Славянского района Роман Сенеговский и председатель районного совета Григорий Литовко. В 2018 году поселение исполнило бюджет на 108%. В статье расходов значились такие важные для людей вопросы, как благоустройство, дороги и водоснабжение. На выполнение запланированных по наказам и обращениям жителей мероприятий по благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству, безопасности дорожного движения в 2018 году было израсходовано 19 млн 499 тысяч рублей. Основные расходы были произведены на ремонт дорог и тротуаров. Их объём составил более 13 млн рублей. От ремонтированной улицы Южная возле дома-интерната 213 погонных метров на сумму 606 тысяч рублей. Улица Западная 870 погонных метров на сумму почти 2 млн 900 тысяч рублей. Исполковская возле детского сада номер 26 246 метров на сумму почти 930 тысяч рублей. И улица Ленина в хуторе Ханьково 623 погонных метра на сумму 2 млн 965 тысяч рублей. Впервые за последние годы в станице начались ремонты тротуаров, продолжилась работа по оборудованию и поддержанию работоспособности уличного освещения, замене аварийных участков газопровода, а также подключение к газу социальных объектов. В городке ПМК-5 по краевой программе установлена новая водонапорная башня. Благодаря отлаженному взаимодействию администрации поселения с жителями был проделан большой объём работ по замене канализационной сети. Неоценимую помощь в работе с населением, контроле выполненных работ по благоустройству главе оказывают квартальные. Любовь Маткова работает председателем территориального общественного самоуправления уже 6 лет. Она не под наслышки знает о том, какую работу местная власть делает для создания комфортных условий для жителей поселения. В этом году очень нам помогли и краевые, это депутат Чернявский, и наша районная администрация, и наша местная администрация. На моём квартале было установлено 3 кооператива водяные протяжённостью по 400 метров, потом около километра тротуара сделаны у нас, асфальтный тротуар. Четыре дороги меня протяжённостью где-то 600 метров, наверное, это по 20 машин 8 кубов мы завезли, сделали мы дороги, отсыпали гравием. Чувствуется во всём этом и районно, и наша местная, наш глава тоже много уделяет внимания, он ездит и проверяет, и с нами, и на все эти вот отрабатываем отсыпку щепёночных дорог, всё это отрабатываем. Обращаясь к собравшимся на отчётной сессии, глава Славянского района Роман Сенеговский отметил, что в Анастасиевском сельском поселении заметно, что власть слышит жителей, и жители не остаются в стороне от решения общественно важных проблем. Есть слаженная работа под руководством главы поселения, вместе с депутатским корпусом, вместе с жителями, и действительно это, я считаю, достойно уважения, и молодцы, правильно делаете, в принципе, так и должно быть. По традиции, прежде чем принять отчёт главы поселения, жители задали власти свои вопросы. У нас есть Алим, Стабён Алим, а там находится спортивная площадка и искусственное покрытие. Уже оно испортилось. И требуется ему, когда это будет сделано? Этому покрытию уже практически 12 лет, у него гарантия до 5 лет. Мы общались с Роман Ивановичем. Быстрее всего, что будет районная программа, но не из такого покрытия, а из асфальтированного покрытия. В этом году постараемся сложить. Люди просили администрацию поселения позаботиться об открытии аптеки, о строительстве фельдшерско-акушерского пункта в хуторе Ханьков, об устройстве дополнительного уличного освещения, а также просили уделять больше внимания ремонту и созданию тротуаров. Все эти вопросы легли в основу плана работ на предстоящий год. По итогу сессии депутаты единогласно признали работу главы и администрации Анастасиевского сельского поселения удовлетворительной.